мы находимся на мартынике бухте лямарин и сейчас мы сделаем вам обзорную экскурсию по местности по всем бухточкам и и заедем в мангровый лес а еще прикольно то что на тузике чтобы ездить по вот этим вот всем акваториям нужна морская карта потому что здесь есть куча милей можно нормально влупиться особенно ночью поехали такой большой якорь это первая бухта от въезда сейчас мы по ней проедем здесь обычно стоят чьи-то буи такой едешь 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 и мелко даже тузика так как мартыника находится в поясе ураганов очень часто лодки ставят носом прямо в мангры вот как вот эта лодка стоит виктория это сделано для того что если будет ураган то ее выбросит прямо в мангры а вот пример того как лодка была уже разбита урагана это первый пример вот лодка еще одна оставлено и вот по прямой вот еще один пример вот такие кошмары здесь иногда происходят сейчас мы возьмем навигационную карту и внимательно посмотрим где же этот въезд чтобы проехать через мангры вот мы сейчас находимся здесь а нам нужно вот вот сюда вот который называется канал онл это канал улиток и вот сейчас мы туда идем и он находится вот тут прямо на мысе по времени прилив поэтому есть шанс что мы попадем этот канал нормально потому что мангры обычно достаточно не глубокие а здесь прилив 7 сантиметров дают возможность музику проехать погнали а на входе в реку стоит вот эти вот две лодки мы сейчас будем пытаться туда зайти вот он ой 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 Мы сейчас находимся в мангровом лесу. Особенности мангрового леса в том, что мангры растут в соленой воде. Это все соленая вода, и они из соленой воды получают воду, которой они питаются. Очень крутое место. Главное здесь на ночь не попасть. Товары? Нет, просто страшно. А фонарика у нас нет. У нас есть телефоны. Они вальяжные. Это мангровые крабы. Мы сейчас подняли мотор уже на первый щелчок, потому что здесь уже начинается мелко. Хотя, может быть, тут и глубоко еще. Но мы проедем максимально, насколько это возможно, и посмотрим, куда идет этот канал. А теперь ракета. Это мангры, детка. Джангл. Здесь на Мартынике проходят соревнования на этих лодках Йоли. То есть на них, когда действительно хорошая команда, они вставляют эти в палки, вывешиваются и висят просто как такие гроздья винограда на самом-самом краю. И лодка идет с таким огромным креном, они почти вертикально ее откреняют. Очень круто выглядит. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Какой красивый лес Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Здесь, кстати, пахнет, как пахнет самогон Таким чуть сладковатым запахом, но Ром же делается из сахарного тростника Поэтому запах немножко отличается Тут прикольно то, что по всем местам здесь можно ходить самостоятельно не нужно покупать неких конченых экскурсий хочешь ходить хочешь смотри вот тебе список того что это уже нормально пахнет из очень красиво красивые дорожки так вот все ухожено вот то как делают бочки вот кстати . обожженная внутри под нее планки я так понимаю это те бочки которые сожгли кольца и тут можно посмотреть как бочки находятся в разобранном и полу разобранном состоянии дистилляторы я вообще честно говоря технологию не знаю но это не важно я так понимаю это просто большой самогонный аппарат промышленных масштабов а это я так понимаю озеро для охлаждения реакторов фу какая здесь ванилла гниющая вода я думаю что это куски этого тростника он белая тоже же плавает ну что идем внутрь смотреть что-то бочки пустые прикольно тоже здесь можно везде ходить и никого нет можно от чербать вот такой вкусный ром а вот это сахарно-тростниковая жижа чача дина ты чувствуешь себя на производстве они кстати теплые от них такой жар идет те машины все в масле чувствуется прямо запах этого масла какие огромные машины я так понимаю что это тростник сахарный да 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 вот его даже видно вот сюда он там перемалывается сюда вон эти молотильные машины которые из него делают такой жмых а вот собственно и тростник водичка красиво жаль что нельзя здесь этот тростник пожевать ну и вот тут нарисовано где основной сахар сахар основной находится в корне а здесь просто происходит обмен фотосинтез после того как вы показали как месте у сахарного тростника набирается основной сок это находится вот именно вот в этой части вот эта часть является самая сладкая после перемолки получается вот такой вот жмых его собирают и выбрасывают тут еще есть ароматизатор на понюхать вот например табак так нажимаешь кнопку что подходишь нажимаешь кнопкой реально пахнет табаком вообще я понял что это фруктовые нотки которые идут в роме то есть он все здесь ром чем-то пахнет и вот судя по всему здесь можно выбрать то чем пахнет белые цветы цветы я не люблю делается так берется снимается крышка если нравится берешь листочек а и 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 а давай это ж карибы это вода для того чтобы после каждого вида очистить вкусовые рецепторы подожди это ром который всего 12 месяцев это молодой кстати в четыре года 10 тот который молодой очень вкусно и нету привкуса такого самогона теперь четырехлетний очень насыщенный но очень такой вкусный вкусный а теперь водичкой теперь десятилетний ну десятилетний конечно же вкуснее всего мне вот этот который четырехлетний нравится больше всего у него такой баланс между вкусом и крепостью и вот после того как мы полили дегустацию мы себе хотим купить тот который нам понравился мне понравился вот этот вес на выбор но и цены от 16 от 16 до 100 евро а вот этот который нам это разница 10 а тут нам понравился 26 вот собственно мы побывали на ром отдельные ром distillery и сейчас дальше садимся в машину и продолжаем наш путь по острову экскурсия по мартинике вот он наш прекрасный болид а вот как выглядит сам этот городишко видны крылья ветрогенераторов цивилизация по той стороне горы здесь часть абсолютно карибская это та часть острова которая наветренная находится со стороны атлантического океана вот он этот атлантический океан написано добро пожаловать в порт гран-ривьеры здесь глубина меньше двух метров и вообще здесь очень неспокойно тут так болтает подлодка стоит ее болтают все болтают понтоны болтают потому что здесь совершенно незащищенный вход очень красиво остров доминика вот так вот вот Про эту лодку только что рассказали Что он зашел сюда 6 лет назад И глубина позволяла Вот эта лодка парусная Зашла сюда при глубине 2,5 метра на входе в марину Вот вы видите Сейчас вся марина обмелела И глубина на входе около 1 метра И вся марина мелеет И покрывается слоем песка И вот этот чувак Зашедший 6 лет назад Остался здесь стоять Потому что выйти он отсюда не может Я думаю, что на сегодня наши съемки уже закончились Потому что уже темнеет Может еще что-то будет видно Но мы едем уже обратно по дороге в Ламаран На другую сторону острова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok